270 СНТ расположены в городском округе Щелково. В каждом от нескольких десятков до нескольких сотен участников. Огромная армия садоводов, которые не только выращивают яблоки, картошку и помидоры, но и обязаны знать и соблюдать законы, которых в этой сфере немало. Сегодня, когда ограничительные меры постепенно отменяются, председатели СНТ уже могут собраться вместе и обсудить насущные вопросы на семинаре. В рамках традиционной для таких мероприятий церемонии награждения, в частности, оценили заслуги перед движением садоводов председателя местного союза СНТ Анатолия Штоколова. Почетный знак Московской областной думы за труды ему вручил депутат Владимир Шапкин. Служу садоводам! За год, что общие мероприятия садоводов не проводились, законотворчество не стояло на месте, о чем и рассказали собравшимся. В частности, до 26-го года продлена дачная амнистия – упрощенный порядок регистрации имущества. 23 марта вступает в силу поправка в закон о кадастровой деятельности. Комплексные кадастровые работы теперь могут заказать, объединившись несколько владельцев участков или даже несколько СНТ. Это позволит исправить ранее допущенные ошибки при межевании и решить другие вопросы. Мы с Московской областной думы договорились о том, что они это будут делать. И здесь можно будет как раз и решить вопрос. Одновременно исправить ошибки, которые были допущены разными кадастровыми инженерами, отмежевать те земельные участки, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет, и уточнить площади уже имеющихся земельных участков. В уставах СНТ законодательно упрощается управление объединением. Не обязательно созывать правление, а общие собрания можно проводить онлайн. Председателей наделяют полномочиями первичного земельного контроля. Теперь председатель вправе, я подчеркиваю, вправе сообщать в администрацию о неиспользуемых земельных участках и участках, которые используются с нарушением земельного владодательства, то есть не целевой используемых земельных участков. Это дополнительный рычаг воздействия для должников. Важный вопрос подняла замглавы администрации Елена Суслина о вовлечении в налоговый оборот объектов недвижимости. Оформление права собственности – это не только поступление в бюджет. Для садоводов это увеличение стоимости объекта, безопасность владения, возможность продать или подарить его. На 1 января 2021 года в городском округе Щелково более 5000 земельных участков с незарегистрированными на них объектами. Администрация округа помогает тем, кто хочет навести порядок в документах и наказывает тех, кто не хочет. После того, как определенной аэрофотосъемкой мы видим оцифрованный результат, администрация будет участвовать в проведении рейдов. То есть специалисты муниципальных земельных контролей будут выезжать на место и выявлять самовольные постройки. Для того, чтобы не доводить ситуацию до судебных разбирательств, уже сейчас нужно отродострировать свой объект и зарегистрировать у него право. К штрафным санкциям должны быть готовы и те СНТ, которые до сих пор не навели порядок в вопросе сбора и утилизации отходов, оборудовать по установленным требованиям контейнерную площадку и заключить договор с региональным оператором Хартия. Сегодня в округе соответствует нормам всего 22 контейнерные площадки из 270 СНТ. А из 231 договора действуют тоже не все. И мусор сдач оказывается где-то в лесах и оврагах. Вам дали два года. Мы никого не трогали, никого не наказывали. Всем разъясняли, объясняли. Время более чем достаточно для того, чтобы привести все в соответствие. Поэтому, вот чтобы не было новостью, с 15 мая инспектора, которые подчинены мне, внештатные ГАПы, поедут проверять все СНТ и ГСК. В заключении семинара обсудили предстоящий период паводков и пожароопасный сезон. Председателям СНТ необходимо согласовать в администрации перечни кооперативов, в которых есть угроза подтопления, либо которые граничат с лесными массивами. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. По сегодняшний день. Продолжение следует...